Если бы в семнадцатом году был интернет, революция свелась бы к группам поклонников Ильича в фейсбуке. Неизвестный остряк. Сначала были выборы, и выборы были у Кремля. И Кремль их подтасовал. А потом было 5 декабря. Массовый протест тех, кто работал наблюдателями на избирательных участках. Кремль, неискушенный в технологиях уличной политики, получил жесткий нокдаун от обманутых избирателей. И тогда возник вопрос, что с этим делать? Ответ мог быть только один. Выпускать пар, но осторожно, дискредитируя саму улицу, вплоть до отвращения. Проходите в метро. Митинг на Болотной 10 декабря 2011 года собрал рекордное количество недовольных. Кремль еще не пришел в себя и судорожно искал выход из непривычной ситуации. В то время, как быстро набежавшие лидеры купались в лучах внезапной славы. Еще бы, не было ни гроша, да вдруг алтын. Теперь они осознали, что стоят дорого. За ними десятки тысяч людей. И с ними вот-вот начнут разговаривать взрослые дяди из-за красной стенки. И с ними действительно стали разговаривать. Даже пригласили обсудить подробности митинга на проспекте Сахарова. Это обсуждение и стало началом конца протеста креативного класса, столь удачно названного креаклами. Технология слива впервые была опробована именно на проспекте Сахарова. На сцене появилась Ксения Собчак. Одиозная личность, прямо ассоциируемая с ныне действующей властью. Крестница Путина, ведущая пошлой программы «Дом-2». Она была освистана недовольной толпой. И я сейчас хочу обратиться именно к этим людям, которые пришли на Болотную, которые пришли сюда, чтобы их услышали, чтобы они могли влиять на власть. Потому что самое главное – это влиять на власть, а не бороться за власть. Вслед за ней организаторы митинга выпускают на сцену и вовсе скандальную фигуру – верного соратника Путина Алексея Кудрина, после чего народ уже откровенно плевался, уходя с митинга. Это божья роса и стала отправной точкой в технологии слива протеста. Кремль уже поднялся на политическом ринге, и все его дальнейшие действия стали осознанными, тщательно продуманными и подкрепленными мощным административным ресурсом. Нужно организовать площадку для диалога. Иначе, иначе революция, иначе мы потеряем тот шанс, который перед нами сегодня есть. Мирной трансформации и доверие, которое необходимо, чтобы получила новая власть, которая будет выбрана. Митинг на Новом Арбате, прошедший в марте 2012-го, не собрал и 30 тысяч участников. И это был ощутимый успех Кремля. На сцене те же и Максим Кац. Набившие оскомину речи, кричалки «Мы здесь власть», «Путина в отставку», ничего нового. Мантры «Мы пришли и этим уже победили», «Надо влиять на власть» окончательно раздробили силы протеста. Большинство граждан не хотело влиять на преступников-чекистов. Оно вообще не хотело никакого Путина. «Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина!» Слив протеста можно было бы произвести гораздо раньше, если бы не упрямый удальцов с его неуемным левым фронтом и не спецоперация по выборам Путина, которая дала новый толчок к массовому выходу народа 6 мая 2012 года на Болотной площади. «Путина в отставке» АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот как бы Витя Шендерович в таких случаях отвечал, когда его спрашивают, что я выйду и на одного человека станет больше. Вот, понимаете, тот самый случай, когда, скорее всего, людей будет больше, чем мы предполагаем. Понятно, что разговаривать ничего не будет бессмысленно. С другой стороны, есть ощущение, что вот того вот нерва прорвавшегося, который будет 4 декабря, сейчас нет. Вот пружина распрямилась, требуется какое-то время для сбора вот этого энергетического кулака, который выплескивает генетическую энергию. Скорее всего, опять, но это ощущение, потому что мы вообще довольно смутно себе представляем настроение в неполитизированной массе людей, которые реагируют на вот эту информацию в социальных сетях. Это процесс, с которым мы только-толго столкнулись. Кстати, может это и хорошо, раз мы не представляем, то, наверное, там и Луганка плохо представляет. Потому что это все происходит спонтанно. Этой акции предшествовали долгие споры, когда и куда выходить. В конце апреля организаторы акции 6 мая пригласили политвестник записать ролики, призывающие выйти на марш. Но в процессе записи выяснилось, что новоиспеченные генералы протеста призывают совсем к другому. Здесь, как говорится, без комментариев. Нужен был, конечно, текст написать. Вон, сейчас. Привет, это Навальный. 1 мая в 14 часов в метро «Октябрьская». Акция солидарности со всеми гражданскими активистами, которые сражаются за нашу и вашу свободу. В Екатеринбурге, в Москве, в Астрахани, в Жуковском, во всех городах нашей огромной страны. Приходите. Друзья, 1 мая в 2 часа дня у метро «Октябрьская» начнется первомайская демонстрация, которая завершится митингом на Болотной площади. Акция «Мы вместе» выразит нашу солидарность с гражданами других городов России, которые борются за свои права. Приходите. И мы вместе сделаем Россию свободной. Марш миллионов 6 мая стал основной точкой в разгроме протестного движения в России. Тщательно спланированные провокации привели к задержанию сотен и сотен участников акции, а затем легли в основу печально известного «дела узников Болотной», которые сидят до сих пор. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 эти люди избивали полицейских. На самом деле, все они стали жертвами игр политических интриганов, стремящихся к громкому пиару, но не способных повести за собой и в итоге вырвать власть из рук бандитов, засевших в Кремле. Так или иначе, логика дальнейших событий ввела протест в сливной бачок, будь то окупай-абай, окупай-баррикадная или очередной марш миллионов. Народу становилось меньше, апатия нарастала и постепенно набирали силу упаднические настроения. Все бессмысленно и Путин это надолго. Именно этого и добивался Кремль. Информационное освещение протестного движения также было грамотно перефокусировано с подлинного на гламурно-искусственное. Гражданские журналисты, такие как Риги Мортис или Тимур Хорев, оттеснены, зато в ряды оппозиции внедрили НТВ-шный срок – проект Алексея Пивоварова. Именно кадры срока попали в руки Следственного комитета, сфабриковавшего болотное дело. Важным шагом по разгрому реальной оппозиции стал созыв так называемого Координационного совета – странного органа, который с самого начала оказался громоздким и ничего не решающим. Казалось, он сейчас соберется и скоординирует, после чего приведет к славной победе. На поверку же оказалось, что КАЭС целиком и полностью заточен под новоиспеченного и распиаренного вождя Алексея Навального – умеренного националиста, убедительного популиста и вообще первого парня на деревне, преследуемого кровавой гыбухой посредством бесконечных уголовных дел. В свидетели Навального подались многие, как вчерашние сторонники Удальцова, так и позавчерашние нашисты. Умелая игра в Кировском суде, акция 18 июля 2013 года на Манежной площади и быстро придуманные выборы Собянина с участием Навального вбили жирный клин в ряды несогласных и без того растерянных и раздробленных. Пожалуй, самой сильной головной болью Кремля до последнего момента оставался левый фронт с вечно неугомонным Сергеем Удальцовым. Но это движение изначально было вождистским и стоило только посадить Удальцова под домашний арест, как оно стало неминуемо таять. И на последний марш 27 октября 2013-го остатки некогда мощного движения, основанного на региональных отделениях, вывели на улицу не более 300-400 человек. Сегодня Кремль празднует победу. Но это скорее промежуточный итог в преддверии чего-то непредсказуемого. Управлять хаосом у чекистов все равно не получится. Сколько не подментовывай и сколько не вербуй. События в Бирюлево, то ли спланированные, то ли нет, обозначили новый тренд. Не сегодня, так завтра на улице российских городов выйдут отнюдь не креаклы, а совсем другие люди. Массы, поднявшиеся из самых мрачных глубин русского подсознания. Те, с которыми невозможно сесть за стол переговоров, потому что еще никому не удавалось договориться со стихией. Прежний протест умер. Опять здравиться грядущему страшно, ибо он не будет щадящим и осмысленным. Торнадо не поддается рефлексии. Субтитры создавал DimaTorzok